Всем огромнейший привет из Крыма. Сегодня нет такого жары, хотя обещали на выходные жару. С одной стороны, конечно, это хорошо, что есть чем дышать на улице, прохладненький морской ветерочек. Ну а с другой стороны, вода прохладная. Ну как поплавать минут 10-15 нормально. Так как у нас Камила, она еще тот, та пловчиха, не тот пловец, та пловчиха, вот мы приезжаем на пляж, и мы ее еле оттуда вылавливаем тогда, когда нам надо уезжать. Поэтому нам такой вариант, конечно, опасен очень, чтобы она не заболела. Вообще не хочется болеть, никогда не летом, особенно, когда можно поездить куда-то. Вот, поэтому мы решили сегодня не ехать на море, хотя вот хотели поехать чуть ли не на весь день. У нас папа вот до обеда работал, уже приехал. Сейчас мы идем с ним оплатить. Нам надо за дверь межкомнатную, на пассаж. Он говорит, надо было на машине ехать. Я говорю, не-не-не, надо писать, как он ходит, на трамвайчике. Да не, Лех, надо ходить, надо худеть. И вообще, ходьба это спорт, а спорт это жизнь. Короче, он привык постоянно на машине, но я привыкла постоянно на своих двух. Поэтому моя твоя не понимать. Нам надо еще зайти на рынок, купить арбуз. Сейчас Карина с Машей уехали к третьей своей подружке в гости, потому что во дворе скучно. Вот, там они в частном доме живут, им будет там весело. Но и она заказала купить арбуз. Сейчас надо будет купить арбузик. Мы идем сейчас через дворы. Смотрите, как классно сделали на первых этажах. Вообще круто, да? Вот машина твоя заехала и стоит. И какой-никакой дворик для велосипедов различных. Можно беседочку сделать. Смотрите, вообще, как классно. Вот кто-то решил вот таким вот образом сделать. Кто-то таким. И персики. На втором этаже, смотрите, достроили балкон. Какой широкий. Можно спокойно две комнатки тоже еще сделать. Ну, вообще, классно. Я здесь никогда не проходила. Вот автономка у кого-то. Молодцы, конечно. Это вот новый район. Интерстрой здесь. Раньше продавали жилье, квартиры. Ну, там были какие-то льготные условия по 35 тысяч квадрат. Пока мы туда-сюда, пока мы думали. Вот. Но мы не хотим жилье брать в ипотеку. Мы хотим за наличку, конечно. Ну, чтобы не связываться с этой ипотекой, это тебе жилок. Как круто. А вот. Уже все, эта программа не работает. Так, идем мы сейчас на третий пассаж. Здесь авторынок. Лёсин самый любимый рынок. Он по магазинам, по рынкам. Не любит ходить. А вот по авторынку, как мы, девочки, по Литуалю. Очень любим. Мы какой-то новый магазинчик построили. Вообще, у нас магазин на магазине. И магазином погоняют. Очень много всего. Сегодня суббота. Людей много. Парахан, на всем не навсегда. Ваши, пойду догонять. Немножко поснимаю вам нашего города. Должна отсюда войти, чтобы друг другу не мешать. Ой-ой-ой. Как здесь опасненько. Вот нам надо вот в это здание. Это пассаж третий. У нас три пассажа. И нам надо самый крайний. Второй рынок. Дверь в Белоруссии. Нам нужно в этот магазинчик. Дверь в Белоруссии. Так, дам сюда. Все. Заказали дверь. Идем на рынок. Нам надо еще в эту комнату, на окна, блок-ауты. Просто очень яркое солнце. У нас были рулонные шторы на лодзии. Но так как мы сделали подвесной потолок, на лодзии, на окна, некуда крепить. Поэтому мы решили блок-аут в комнату уже внутри поставить. И так будет и дешевле, чем всю лодзию блок-аутом. И закрывать просто блок-ауты. На заказ, конечно, у них цена негуманная. Но зато это классная штука. Ой, ветерочек так подыл. Классно. Обалдеть. Такая красота. Цвечет. Так, идешь и глаз радуется. Вечером, зимой, вот это еще светится. Не знаю, летом светится или нет. Но зимой это так красиво смотрится. Взяла Кирюша вот такую вот классную штучку. Это вот типа рубашка и жилетка. Но это обманка. Хотя она так вот прошита, но смотрится, мне кажется, стильно. Мне нравится, когда мальчики в школу ходят. Вот таких вот вещах взяла именно в сером цвете. Мне именно понравилось в сером. Там был бело-черный. Она мне вот именно вот такой расцветки понравилась. Смотрится, мне кажется, благороден. Это лично на мой вкус. Ткань, качество обалденно. Потихонечку уже надо ему покупать с длинными рукавами вещи. Потому что в сентябре неизвестно, будет жарко. Или будет прохладно. Ну, как бы уже потихонечку готовимся к школе. Сходила на пункт выдачи в Албере. Забрала свой заказ. Заказала вот такой вот бренд Топор Вэя. Мне очень нравится качество пластика от Топор Вэя. Действительно очень качественно. Все хорошо сделано. Такой вот ланчбокс. Закажу еще один для Каринки. Очень удобно будет девочкам брать с собой в дорогу. Надо еще посмотреть, может, какой-нибудь есть. Такой мальчуковый цвет для Кирилла. Но такой цвет как бы ему однозначно не подойдет. У нас продукты Топор Вэя нет в магазинах. Я знаю, что в больших городах где-то есть. Поэтому нас спасает Валберис. Взяла себе вот такие вот кроксы. Они были с очень хорошей скидкой. И гонять на пляж это именно то, что надо. Кума купила. Она, говорит, очень удобная. И она купила дороже. А я выловила прям еще больше. Причем в разы так скидкой. Мне очень нравится обувь крокс. Она простая. Но в то же время очень-очень удобная. Заказала еще одну такую вот кружечку Топор Вэя. Я покупала, помните, показывала уже такого типа кружечку. За 190, не 199, а за 99 в Спортмастере. Но там качество пластика намного хуже, чем Топор Вэя. Это тоже Топор Вэя. Туда наливаешь, например, сок. И буквально, если, например, на пляже, именно через 15-20 скисает. С этим так не случается. У меня есть уже одна такая кружечка. Заказала еще одну. Наверное, закажу еще. Можно еще даже 3. Всем по одной. Обновить наши кружечки. И мои любимые патчи. Еще многие меня спрашивают, какими патчами я пользуюсь. Такими вот Био Аква. Сейчас взяла я с скидками за 235 рублей. Здесь 80 штук. Они тканевые, классные. Насколько я читала информацию, если я не ошибаюсь, если я ошибаюсь, то поправьте, что нельзя каждый день использовать гидрогелевые патчи. Поэтому вот эти тканевые меня спасают. Довольно. Как одела попальню, так сразу начала прыгать. Устроила нам дома истерику, поэтому мы решили ее повезти на море. Сразу, как одела купальню, сразу истерика куда-то исчезла. Мы-то не против ее на море возить, но вода прохладная. Она не удовлетворяет. Там 10... Пойдем 10-15 минут купания. И надо так часами плавать. Ну, чего ты нервничаешь? Где кнопка? Нет, где кнопочка камень? Она снова перестала концентрировать взгляд. Да, вот. А мы снова возле воды. Раньше мне не нравилось сидеть возле берега, потому что здесь много людей проходит. Наш сейчас очень удобно. Селемуха? Селемуся? Кирилл. А где машина сама? Карина. В машине, наверное, багажники. Вы не взяли, что ли? Я не знаю. Камилка плавает с папой. Народу очень много на пляже. Все отдыхают, расслабляются. Мой. Красота. Давай мне съем. Сделай все силы. Давай. А я не кусала, я ломала. Ну, может, всегда хочется кушать. Вафельки с шоколадом. Русалочка наша выныривает с воды только тогда, когда она уже проголодалась. Моя девочка маленькая. Селимчик, Селим, кушать будешь? Кирюха тоже проголодался. На море они все едят. То, что дома они едят, мы всегда берем на пляж. Карина с Альмашкой пошли в заплыв. Участвуют в заплыве. Вот. Когда-то ушли, а я здесь. Что-то туда? Туда они пошли? В городок этот? Да. Классно. Участвуют в заплыве. Участвуют в заплыве. А я вообще здесь на охране. Бери себе колбасу. Мальчишки играются. Такие хорошенькие. Вот так. Селимуся, давай на Кирилла. Давай на Кирилла выливай. Возле берега Кави плещется. Водичка, конечно, суперская. Очень. Смотрите, как она научилась. Под водой. Молодец. Какая ты, Кави. Умница. Только вот мордочку под воду. Ей нравится очень. Умничка. Умничка. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok